Здравствуйте, уважаемые друзья! Приближаются новогодние праздники. Все мы будем готовить горячие мясные блюда. А вы фаршируете перцы в духовке? Я да! Если вы еще нет, то посмотрите мой рецепт. Вам он очень понравится. Для этого я выбираю хорошую свинину, обрезаю все прожилки и жир. Нарезаю ее на кусочки, чтобы можно было пропустить на мясорубке. То же самое проделываю и с говядиной. Обрезаю все жилки, нарезаю на кусочки. Очищаю луковицу, также измельчаю, для того, чтобы легко можно было пропустить на мясорубке. Пропускаю говядину в фарш. Вот такой красивый фарш получается. Следующий пропускаю свинину в фарш. И, конечно же, луковицу. Теперь в большой чашке смешиваю фарш говядины, фарш свинины и лук. Как следует, вымешиваю. 4 стакана от варного до полуготовности риса. Весь объем как следует перемешиваю. И начинка для перчиков готова. Сами перцы я использую замороженные. Это с моей дачи. Мы с вами вместе их замораживали. И если нет замороженных, купите свежие. Удалите плодоножку и вычистите их внутри. Сделайте их в виде стаканчика. Готовый фарш утрамбовываем в каждый перчик ложкой. Это сделать довольно-таки легко. И сразу же выставляем в ту посуду, в которой они будут запекаться в духовом шкафу. Я выставляю в микроволновую кастрюлю. От этой кастрюли есть крышка, и поэтому перцы в дальнейшем у меня не испортятся. Даже если их сразу не съесть. А теперь готовлю заливку для перчиков. Натираю на терке одну морковь, измельчаю одну луковицу. В пиалу наливаю 200 миллилитров воды. Добавляю 2 столовые ложки томатной пасты, 3-4 зубчика чесночка, 200 граммов сметаны, пол чайной ложки соли, черный молотый перчик, зелень. Все это перемешиваю. Лук обжариваю на растительном масле до золотистого цвета вместе с морковью. Когда лук с морковью обжарится, выливаю туда заливку. Все как следует перемешиваю. Довожу до кипения. И даю прокипеть 2-3 минутки. Соус готов. Не забудьте попробовать на соль. Подготовленные перцы заливаю заливкой. Здесь важно, чтобы заливка проникла до самого низа. А теперь разогреваю до 200 градусов духовку и ставлю перцы на запекание на 1 час. Перцы наши запеклись. Посмотрите, какие они мягкие и сочные. И получилось очень много подлива. Этот подлив подойдет для картофельного пюре. Давайте разрежем и посмотрим, какой перчик внутри. Конечно же, пропеченный и очень вкусный. Готовьте с удовольствием. Смотрите мои другие рецепты из плейлиста «Праздничные блюда». Приятного вам аппетита! Всего вам хорошего и успехов! И самое главное, здоровья в новом году!